А пока регион готовится к крупному представительскому мероприятию, на Машмете продолжается противостояние малого бизнеса и администрации рынка. Напомним, власти решили снести торговые точки почти 200 предпринимателей, а на освободившейся территории организовать платную автостоянку. Наши журналисты отправились на рынок Южный за новыми подробностями конфликта. Рынок Южный на Машмете спасает весна электричества. Здесь нет уже две недели, но световой день увеличивается и работать можно при естественном освещении. Правда, во вторник с торговых павильонов попытались снять даже обесточенные электрические кабели. Предприниматели этого сделать не позволили, сказали, что это их частная собственность. Дело дошло до вызова сотрудников полиции. Мы это все построили, разрешительные документы у нас на это есть, ордера. И управление градостроением все заверено печатями и подписями. А когда пришел у нас 2009 год, было постановление о выплате компенсации за наши торговые павильоны, денег никаких по поводу наших павильонов и компенсаций мы не получили. Рынок Южный работает на Машмете уже четверть века. Сначала стихийный, а затем более или менее благоустроенный. Все, что здесь было построено, оплачено самими предпринимателями, вплоть до канализации и асфальта. Все создавалось под гарантией аренды муниципальной земли на срок 49 лет. В 2017 году предприниматели узнали, что их торговые павильоны оказались на балансе муниципального предприятия «Рынок Южный». Но это был не единственный сюрприз. Из участка с адресом Чебышево-9, по которому, собственно, и располагается рынок, выделился еще один участок с адресом Чебышево-9, литера Е. На нем администрация города планирует создать благоустроенную территорию с парковкой. А предпринимателям выдали предписание отдать администрации рынка ключи от павильонов и освободить территорию. Причем это необходимо было сделать еще до 1 мая. Мне легче, я пенсию получаю. Ну а с двум сыновьям, которые работают в этом павильоне, им практически на улицу выходить. Так как альтернативные работы сейчас трудно найти. По городу Воронежу очень много таких рынков снесли. Ну не обязательно рынки, на завод бы пошли, но на заводе тоже нет мест. Всего на рынке 316 торговых точек. Под зачистку попадает 180. Каждый павильон – это 3-4 работника. Таким образом, ситуацию неопределенности попали в общей сложности 600 человек. Плюс убытки. Некоторые приобретали товар в кредит, а перспективы его успешной реализации теперь туманны. Впрочем, у предпринимателей вместо ликвидации есть встречное предложение. Мы собираем аренду, которая положена, и передаем эту аренду, все эти финансы передаем в бюджет города. Значит, мы разработали, у нас есть все планы и условия создания, чтобы расширить, чтобы привлечь сюда еще других предпринимателей с вложением инвестиций. Потому что на сегодняшний день у нас в городе, насколько мне известно, 50 тысяч безработных. То есть весь наш проект, все, что мы запланировали, это будет сюда привлекать и предпринимателей, и дополнительно новый бизнес. Рынок собирал около 5 миллионов арендной платы в месяц. В год до 60 миллионов предпринимателей готовы обеспечивать поступление в городской бюджет примерно на этом же уровне. Лишь бы позволили работать на прежнем месте, а не выдавливали, в том числе и отключениями подачи электроэнергии. Вячеслав Запорожец, Валерий Бобкин, 41 канал.